До начала нового учебного года еще больше месяца, но в вузах все равно кипит жизнь. Это значит, приемная кампания все еще не завершилась, хоть основные ее этапы уже остались позади. Абитуриенты сдали вступительные экзамены и подали копии документов. А значит, осталось совсем немного дождаться рейтинговых списков, и тогда можно будет определяться с одним из главных в жизни выборов. К слову, сделают такой выбор и поступят вузы на территории области в этом году тысячи волокжан. Часть из них – вчерашние выпускники школ, другая – бывшие студенты. Они продолжат обучение по программам магистратуры или аспирантуры. Только в Вологодском государственном университете 1 сентября за парты сядут почти 3000 первокурсников. Традиционно у нас, конечно, очень большой спрос на такие направления, как строительство, это электроэнергетика, это педагогическое образование, физкультурное образование, то есть это иностранные языки, то есть это вопрос те, которые из года в год постоянно там очень большой поток заявлений. Тем не менее, в этом году в приемной кампании одного из самых востребованных вузов региона есть существенные изменения. Абитуриенты теперь не пишут заявления, а вносят их в электродные личные дела. Сами. Для этого оборудован специальный кабинет. Новшество помогло сделать процедуру приема документов более быстрой и удобной. О том, что за инновационными технологиями наше будущее, свидетельствует и новое направление бакалавриатов в УГУ – мехатроника и робототехника. Машины, роботы, компьютеры, они вытесняют повсеместно человеческий труд, особенно там, где есть машиностроительное производство. И вот специалистов, которые будут как проектировать, так и работать, и обслуживать потом, после чего на этом сложном роботизированном оборудовании, вот и будет готовить наше направление. Впрочем, привлекает специальность будущего не только юноши. Среди подавших заявления на новое направление 20% девушек. Абитуриенты уверены, что даже безупречное знание физики в этом деле совсем не главное. На самом деле желанием нужно только обладать, чтобы сразу туда идти. Но чтобы получить образование за счет государства, одного желания недостаточно. В среднем конкурс – три человека на место. Тем не менее, их количество по сравнению с прошлым годом почти не изменилось. Например, в Молочно-хозяйственной академии 70% первокурсников будут учиться на бюджете. В этом году у нас более 500 бюджетных мест на все направления подготовки и специальности. И на сегодняшний день подано более 2000 заявлений. Наиболее востребованы у абитуриентов в этом году экономика, ветеринария, продукты питания животного происхождения, агроинженерия и лесное дело. Количество бюджетных мест увеличилось и в опорном вузе региона. ЧГУ там также появились новые направления подготовки. И хоть главные испытания абитуриентов позади, траектория их будущей карьеры определится лишь через месяц. Окончательные списки зачисленных появятся в конце августа. Елена Карпенко, Евгений Тюнев, Новости Вологды.